Благовещение Пресвятой Богородицы. Евангелие Архангела Гавриила. Евангелие от Луки, третье зачало, глава первая, стихи с 24 по 38. Солнце отражается в чистых водах, а небо в чистом сердце. Много обителей у Бога Духа Святаго в этой пространной вселенной, но чистое сердце человеческое есть обитель его величайшей радости. Оно-то и является его истинной обителью, все прочее лишь его мастерские. Никогда сердце человеческое не может быть пусто. Оно всегда наполнено или адом, или миром, или Богом. Содержание сердца зависит от чистоты сердца. Некогда сердце человеческое было наполнено только Богом. Оно было зерцалом только для лепоты Божией, арфой только для хваления Бога. Некогда оно воистину было в руке Божией и находилось вне опасности. Но когда человек в безумии взял его в свои руки, звери многие напали на сердце человеческое, и оттоле началось то, что, если смотреть изнутри, называется рабством сердца человеческого, а если смотреть извне, называется всемирной историей. Не в силах сам держать свое сердце руками своими, человек прислонял его к окружающим существам и вещам. Но к чему бы человек не прислонил сердце свое, оно от этого пачкалось и повреждалось. О, бедное сердце человеческое! Собственность многих незаконных владельцев! Жемчуг среди свиней! Как ты окаменела от долгого рабства, как ты потемнела от тяжкой тьмы! Сам Бог должен был сойти, дабы освободить тебя от рабства, дабы спасти тебя от тьмы, дабы исцелить тебя от греховной проказы и снова взять в свои руки. Схождение Бога к людям — самое неустрашимое деяние Божьей любви, Божие человеколюбие, самая радостная весть для чистых и самое невероятное событие для нечистых сердцем. Как столб, огненный в самом густом мраке, таково сошествие Бога к людям. А повесть всего Божия схождения к людям начинается с ангела и девы, с беседы между небесною чистотою и земною чистотою. Когда нечистое сердце беседует с нечистым сердцем, это война. Когда нечистое сердце беседует с чистым сердцем, и это война. И только когда чистое сердце беседует с чистым сердцем, сие есть радость, мир и чудо. Архангел Гавриил — первый благовестник спасения человеческого или чудо Божие, ибо спасение человеческого не было бы без чудо Божие. Пречистая Дева Мария первая услышала это благовествование и первая из человеческих существ вострепетала от страха и радости. В ее сердце отражалось небо, словно солнце в чистых водах. Под сердцем ее имел преклонить главу свою и облечься во плоть Господь, Творец Нового и Обновитель Ветхого Мира. Асем глаголит сегодняшнее евангельское чтение. После сих дней зачала Елисавета жена его, Захарии, и таилась пять месяцев, и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Во дни сии. В какие дни? Во дни, предшествующие Великому Дню Рождества Христова. Когда пришла полнота времени, когда все великие пророчества настигли друг друга в исполнении своем. Когда истекли сроки, предвещенные Даниилом. Когда оскудел князь от колена Иудина. Когда немощный род человеческий воздыхал вместе с окружающей его немощною природой, уже не ожидая спасения ни от человека, ни от природы, но от Бога единого. В то время зачала Елисавета, жена Захарии. Но как старица Елисавета, неплодная жена Захарии, связана со спасением рода человеческого? Связана тем, что она родит предтечу Христова, который, как воин, будет идти впереди и возвещать о пришествии воеводы. Неплодная старица могла родить только глашатое спасение, но не спасителя. Она является точным образом ветхого мира, что был в летах преклонных и неплоден, не приносил урожая и плода, алкал и жаждал. Образом иссохшего мира, который, подобно старому и иссохшему древу, мог еще каким-то чудом зазеленеть, сообщая о наступлении весны, но никак не дать плод. В то время, как и во все времена, неплодная женщина чувствовала свое поношение, стыдясь и Бога, и людей, и самой себя. К чему брак, если у супругов нет детей? И рай может стать для бездетных местом искушения и погибели, коль ми паче земля. Бездетные супруги более всего стыдятся друг друга. В очах друг друга они выглядят, как покрытые зеленую листвой смоковницы, без плодов, и в глубине души своей боязливо и тайно ощущают на себе проклятие. И что самое горькое, как и в наши дни, они обычно подозревают друг друга в похоти и нечистоте. Оба, вольно или невольно, считая свой брак узаконенную похотливостью и нечистотой, особенно если они еще и не ведают о Боге и не чувствуют на себе руки Божьей. Потому бездетные браки коротки, а счастье в них еще короче. Ибо ничто в этом мире не разочаровывает людей более, нежели бесплодное желание, уже удовлетворенное с избытком. Первоначальная заповедь Божия «Плодитесь и размножайтесь», как гора тяготеет над неплодными супругами, хотя бы они ее даже и не знали. Хотя бы они ее и не знали разумом, через учение, они не могут не знать ее сердцем, через чувства, поставленные неизгладимой печатью на всякую душу человеческую, как и все основные заповеди Божии. О скорби неплодных супругов достаточно известно как из священного писания, так и из повседневного опыта всех народов и всех времен. Однако чудом в те чудесные дни Елисавета зачала в своих летах преклонных. «Как это возможно?» – спрашивают те, кто скользит чувствами по поверхности вещей, словно по льду над озером, преисполненным силой жизни. Те, кои и сами душою ощущают и языком исповедуют, что мир сей не может быть спасен иначе, кроме как чудом Божиим, обычно, когда чудо Божие явится, качают головами и не признают его, спрашивая себя, «Как это может быть?» Если бы не было живаго и всемогущего Бога, тогда ничто не могло бы быть, ничто не могло бы существовать, вообще ничего не могло бы произойти. Тогда не могла бы родить ни плодовитая женщина, ни неплодная. Но раз есть живый и всемогущий Бог, значит, все возможно, тем паче, что Бога не связывают законы природы, им данные. Да свяжет ими не себя, а других, не для того, чтобы ограничить свое могущество, но чтобы сделать необходимой свою милость. Точно так же орудие, которое человек смастерил своими руками, не ограничивает свободы человека работать так или иначе, используя орудие сие или не используя. Вот и Богом сотворенный мир со своим законным устроением не ограничивает свободы Бога поступать так или иначе в соответствии с Его милосердием и людскими потребностями. Будто рождающие рождают своею силой, а не Божией. Бог есть сугубый ревнитель, когда речь идет о жизни, и Он наделяет ею, как хочет. Жизнь начинается, где Он хочет, и не зачинается, где Он не хочет. Оттого и бывает, что иногда молодые супруги при исполнении всех законов природы не имеют детей. Иногда же престарелые супруги вопреки законам природы имеют детей. Живый Бог является единственным владыкой жизни, и над тем, над чем Он властвует, не имеют силы ни природа, ни ее законы. А еще менее знахари и колдуны, которым часто обращаются за помощью неплодные женщины, не ведающие, что знахари и колдуны служители не светлой божественной силы, но темной силы бесовской. Человек ожидает чудо от Бога, а когда чудо приходит, не верует в Него. Природа стала для человека древом искушения, скрывшийся по причине наготы своей в тени природы, человек и хотел бы, чтобы посетил его Бог, и боится Божие посещение. Когда Бог его не посещает, он жалуется, а когда посетит, он этого не признает. Как в раю Адам был поставлен между двух древ, жизни и познания, так потомки Адамовы снова поставлены между двух древ, Бога, как древо жизни, и природы, как древо познания. Да будет и ныне, как и тогда, испытана свобода человека, его послушание и его смирение. Да будет искушена мудрость человека, да будет искушено сердце человека, да будет искушена воля человека. Ибо если бы не было искушений, не было бы и свободы. А не было бы свободы, не было бы и людей, как людей, но было бы в мире лишь два вида камней, неподвижные камни и движущиеся камни. Все сии простые и ясные истины, которых души с земным разумом не ведают и не могут ведать из-за помраченности духовного зрения грехом, знала одна простая, но праведная старица Елисавета. Потому она и не удивилась, зачав в старости своей, а сразу же привела готовое и единственное разумное объяснение своей неожиданной беременности. Так сотворил мне Господь во дни сии. А почему? Она еще и не ведает, а по смирению своему и не дерзает помыслить, сколь редкостен и велик будет плод чрева ее. Она не знает о той львиной роли в истории человеческого спасения, кою имеет сыграть ее сын, пророк, предтеча и креститель. И не знает она глубинных смотрений Божиих, просчитанных до конца времен, и не проникает еще в то, как Бог бесшумно изводит эти смотрения через рабов и рабынь своих, бесшумно и неспешно, но беспрепятственно и неудержимо. Ей известна лишь одна скромная и умилительная причина Божия благоволения к ней. Так сотворил мне Господь во дни сии, глаголит она, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Чудо Божие она истолковала как знак Божией милости к себе. И это правда, но не вся. Если бы она истолковала чудо сие как знак Божией милости ко всему ветхому миру, бывшему неплодным, тогда она сказала бы все. Се этим чудом Бог приуготовлял другое, большее чудо, которым хотел снять поношение между ангелами со всего неплодного рода человеческого. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Здесь имеется в виду шестой месяц чревоношения Елисаветы или шестой месяц от зачатия Иоанна Предтечи. Почему именно в шестой месяц? Почему не в третий или пятый или седьмой? Потому что сотворение человека было в день шестой после сотворения всей природы. Христос есть обновитель всей твари. Он приходит как новый сотворитель и как новый человек. В нем все новое. При всем новом творении Иоанн является Предтечью Христа примерно так же, как при первом творении Божием вся природа была Предтечью Ветхого Адама. Иоанн представляет пред Господом Иисусом Христом всю земную тварь вкупе с Ветхим Человеком, только в нем покаявшимся. От имени рода человеческого он предыдет пред Господом как покаянник и проповедник покаяния. Еще этот шестой месяц, в который младенец Иоанн взыграл во чреве матери своей, соответствует шестому периоду времени, когда родился Спаситель и шестой печати из Откровения Апостола Иоанна Богослова. Итак, шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога. В великой драме первого творения прежде всего появляются ангелы. В начале сотворил Бог небо и землю. Под небом разумеются ангелы всех чинов небесной иерархии. Вот и в самом начале великой драмы нового творения снова первыми появляются ангелы. Ангел устами пророка Даниила предопределил время, когда родится царь царствующих. Ангел устами пророка Исаии и иных пророков изрек, как он родится. Ангел известил первосвященника Захарию о рождении предтечи. Ангел извещает ныне и о рождении самого Бога-человека. Когда же родится Бога-человек, ангельские лики воспоют над вертепом вифлеемским. Каждое творение радость для Бога, ибо Бог ничего не делает по необходимости и вынужденно, как утверждают некоторые мрачные философские учения и языческие базнословные религии. Каждое творение радость для Бога, и сию радость свою Бог любит разделять с другими, ибо радование в чистоте и из любви единственная вещь на небе и на земле, которая, будучи разделяема, не умаляется, но возрастает. Если бы вообще можно было говорить о возрастании радования из любви у Бога, первоисточника и радости и любви. Потому, создав при первом творении ангелов, Бог сразу делает их соработниками в дальнейших делах своих. Создав Адама, Он тут же берет его соработником в управлении раем и всеми творениями в раю. Точно так же и при новом творении пред Христом новым человеком идут ангелы. При созидании своего царствия Господь сразу же берет в соработники апостолов, а затем и других лиц, что трудятся вместе с ним, не только пребывая на земле в земной жизни, но и после своей телесной смерти. И до ныне Бог делает соработниками своими святителей, мучеников и всех прочих, которые этого удостаивались и удостаиваются. Но к кому был послан великий архангел Гавриил? Послан был воин возвестить о тайне царевой, тайне, коя верою познаваема, испытанию же неявляема, тайне, коей подобает быть поклоняемой, а не человеческим разумом измеряемой, тайне, кою возможно истолковать разум Божий, а не человеческий. К Деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Великий архангел Божий является Деве, ибо через Деву чистую, причистую, надлежит пройти и прийти начальнику нового мира, нового творения. Новый мир должен быть сама непорочность, сама чистота, в противовес ветхому, истлевшему миру, который стал нечистым из-за своего упорного непослушания Творцу своему. Дева должна послужить вратами, через кое спаситель мира войдет в мир, как в свою мастерскую и свою обитель. Дева, а не жена, ибо жена, какой бы возвышенной духом она ни была, привязана к ветхому миру и ветхому творению, будучи привязана к мужу своему и потому не свободна от мирских желаний и мирской пристрастности. Посему не жена, но дева, чистая, причистая, совершенно преданная единому Богу и сердцем своим отделенная от мира сего. Таковая дева телесно возросла в тленном мире, как крин на гноище, однако прибыла нетронутую тлением мира. Эта избранная дева была обручена мужу именем Иосиф из дома Давидова, сроднику своему. Почему она была обручена? Промысл Божий так устроил, дабы сохранить ее от посмеяния бесовского и человеческого. Если бы она родила небывший обрученной, кто из людей мог бы поверить, что сын ее не незаконно рожденный, и какой судья земной в случае всем пощадил бы ее, избавив от строгости закона. Промысл Божий не хотел наводить беду на избранницу свою, и тяжкое искушение на людей потому устроил так, да прикроет деву ее Рождество видом обручения. Если сам Христос многое сначала прикрывал, называя себя сыном человеческим и не открывая всюду явно свое единосущее соотцем, чему удивляться, если, приуготовляя некое дивное и великое таинство, он и это сокрыл. Почему мужа звали именно Иосиф? Чтобы напомнить о дивном и целомудренном Иосифе в страшно развращенном Египте, соблюдшем свою телесную и душевную чистоту, да и тем укрепится совесть верных в вере, что плод девического чрева Богоматери есть воистину от Духа Божия, а не от земного страстного человека. Ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Новое творение радость Богу и людям, потому оно и открывается благовестием «Радуйся». Словом си начинается драма нового творения, сие есть первое, начальное слово, прозвучавшее, когда стал подыматься занавес великой тайны. Гавриил именует Деву Марию благодатную, ибо душа ее, подобно храму, была исполнена животворящих даров Духа Святаго, небесного благоухания и небесной чистоты. Безблагодатные те, чьи души затворены для Бога, отворены же только для земли, а потому пахнут землею, грехом и смертью. Благословенно ты между женами. С кем Господь, с тем и благословение. Удаленность Бога от человека есть проклятие, близость Бога к человеку есть благословение. Конечно, имеющему понятие о человеколюбии Божием ясно, Бог никогда не удалился бы от человека, если бы человек первым не удалился от Бога. Пришествие Господа Иисуса Христа в мир являет это безграничное Божие человеколюбие. И если человек создал пространство между собою и Богом, вот Бог все-таки первым приближается к человеку, дабы навести мост над пространством тем. Жена первую положила бездну между человеком и Богом. Все жена становится и мостом над бездною. Ева первую впала в грех и при том в светлом раю, где все удерживало ее от греха. Мария первую победила все искушения и при том в темном мире, где все подталкивает ко греху. Посему слабовольная Ева и родила, как первый плод свой на земле братоубийцу Каина, в то время как подвижница Мария родила подвижника подвижников, изведшего из темницы греха и смерти братоубийственный род человеческий, род непослушливой и нечистой Евы. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Как дитя. Мария и есть истинное дитя. Господь сказал, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Сей мир страстей и страстности быстро старит человека. Наше детство весьма кратко, а в нынешние времена оно становится все короче и короче. Кто может обратиться и еще раз стать ребенком. Мария была и всю свою жизнь оставалась отраковицею, по целомудрию и простодушию, по страху Божию и послушанию Богу. Не вошла ли она в Царствие Сына Своего еще и прежде Его проповеди о Царствии? Вот Царствие Божие внутри нее было. Как дитя она и смутилась при явлении ангела, как дитя и размышляла, что бы это было за приветствие? В ней нет ничего искусственного, изворотливого, наигранного, но все по-детски просто, целомудренно, ясно и прямодушно. Великий Гавриил, присутствовавший при сотворении человека в начале времен и имеющий силу насквозь презирать души человеческие, видел взволнованные помышления причистой девы яснее, нежели мы можем видеть тела. Итак, узрев ее душевное смущение, он поспешил умерить его умилительными словами. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Не бойся, дитя, не бойся, благодатная тщерь Божия, не бойся, благословеннейшая из всех смертных, ибо благословение Божие снизойдет через тебя на весь род человеческий. Не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. Богодухновенный Андрей Критский, проникая в мысли великого архангела, так объясняет благовещение Пресвятой Деве. Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога, благодать, коей не приняла Сарра, коей не ощутила Ревекка, обрела благодать, коей не удостоилась ни славная Анна, ни Финнана, ее соперница. Ибо хотя они стали матерями, все же в бесщадии утратили девство, а ты, становясь матерью, сохраняешь и девство свое неповрежденным. Итак, не бойся, ты обрела благодать Божию, благодать, коей кроме тебя никто от вечности не обретал. Сии последние слова свидетельствуют против утверждения некоторых западных богословов о так называемом непорочном зачатии, то есть о том, будто Дева Мария зачата и рождена от своих родителей без тени греха Адамова и ответственности за этот грех. Если бы сие было так, к чему бы архангелу говорить, ты обрела благодать у Бога. Благодать Божию, включающую в себя понятие прощения, обретает, во-первых, нуждающийся в ней, а во-вторых, ищущий ее. Нет, Пресвятая Дева приложила исполинский труд для возвышения своей души к Богу, и на этом пути возвышение встретило ее благодать Божия. Умирив девическую душу Марии, крылатый Вестник Божий теперь передает ей главное послание небес. И вот зачнешь в очреве и родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида отца его и будет царствовать над домом Иакова вовеки и царству его не будет конца. Божий Вестник глаголит точно до подробностей зачнешь в очреве то есть в теле как и псалмопевец употребляет схожие выражения «И дух прав обнови во утробе моей». Подчеркивая «в очреве» Архангел словно желает заведомо предостеречь против лжеучения еретиков докетов будто бы Христос не имел настоящего тела и не был по-настоящему рожден и не был настоящим телесным человеком но только призраком телесного человека. Имя Иисус или по-еврейски Ешуа также значимо. Имя сие носил сын новинов который ввел народ израильский в землю обетованную и тем прообразовал роль и дело Иисуса Спасителя введшего род человеческий в истинную и бессмертную землю обетованную в Царствие Небесное. Все прочее сообщенное Архангелом рассчитано на то дабы уверить Деву ее сын будет ожидаемым Мессией. Он наречется сыном Всевышнего получит от Бога престол Давида и будет царствовать над домом Иакова вовеки. Все сие в сознании всякого израильтянина тем паче в сознании духовно воспитанной Девы Марии относится исключительно к ожидаемому Мессии. Архангел глаголит Деве не все о Господе Иисусе Христе, но лишь то, что ей как пророчество известно и понятно из Священного Писания. Он не говорит ей о всемирной и всечеловеческой роли Иисуса, не говорит о нем как о спасителе всех народов и племен, как обоснователе духовного царствия, судьи всех живых и мертвых, а еще менее как о Слове Божием, одной из трех вечных ипостасей Святой Троицы. Если бы Он сказал ей это, Он еще более смутил бы ее. Она не всеведуща, несмотря на свое целомудрие и чистоту, и она имеет многому научиться от Сына Своего и во времени, и в вечности, сохраняя все слова Его в сердце своем. Архангел строго придерживается рамок израильских представлений. Он в органической связи приводит все то, что рассеяно в пророческих книгах и что она знает. «Клятся Господь Давиду истинною и не отвержится и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем». Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля. Выслушав сие послание небес, Дева Мария в своем детском целомудрии и простодушии вопрошает чудного посетителя. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Хорошо спросила она ангела, как сие возможно, ибо она ранее читала, что Дева в очреве приимет, но не читала, каким образом в очреве приимет. Слова сии выражают не ее неверие глазу архангельскому, но лишь ее детское целомудрие и простодушие. Что бы сказал кто-нибудь из вас на подобное извещение, полученное от самого необыкновенного гостя из всех гостей? То, что вам пришло бы на ум первым, когда вострепетало бы сердце ваше, не так ли? Но Дева Мария не изрекла ничего излишнего. Если ее вопрос, предположим, является излишним для нее, то для нас он не таков. Ради нас ее благодатный дух вопрошает о том, о чем, конечно, спросили бы все мы, находящиеся под бременем законов природы. Для рождения нужен муж. Где же муж? Так спросил бы всякий из нас, удаленных от радующейся всемогуществу Божией свободы, привыкших к огнету природных сил. Поэтому надлежало ради нас, чтобы Дева задала вопрос сей, а мы услышали ответ посланника Божия. Что отвечает Гавриил? Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот Елисавета родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Полный и совершенно исчерпывающий ответ Бог и деже хощет побеждается естества чин. Природа и законы ее словно бы и не существуют, когда Бог живый творит свою волю и свое домостроительство человеческого спасения. Благодать не подчиняется закону природы, глаголит Святой Григорий Неокисарийский. Дух животворит засвидетельствовал сам обновитель всей твари Господь Иисус Христос. Дух животворит косвенно или непосредственно? Непосредственно Дух Божий подавал жизнь в раю до грехопадения. И сказал Бог и стало так. После грехопадения Дух подает жизнь косвенно посредством сотворенных душ и сотворенных тел. Это опосредованное действие Духа мы называем природою и законами природы. Но у Духа Божия есть зарезервированное право и неограниченное могущество давать жизнь и непосредственно по своей воле и в соответствии с Божиим домостроительством спасения человеческого. Тем не менее и подавая жизнь косвенным образом, Дух является зачинателем и владыкой жизни. Природа как она есть, только сень, завеса, сквозь действует Дух. Однако и в случаях опосредованного воздействия Духа бывают разные степени более прямое и более косвенное воздействие. Так происходит с плодовитыми и с неплодными женщинами. Косвенным, но менее косвенным является случай и с престарелой Елисаветой, как и с матерями Исаака, Самсона и Самуила. Ибо зачатие престарелых жен все-таки невозможно наречь непосредственным действием Духа, так как все плодовитые и неплодные женщины, начиная с Евы, причастницы греха, связанные с миром, с им вожделениями и похотями в большей или меньшей мере. Единственное зачатие при непосредственном наитии или воздействии Духа жизни есть зачатие причистой девицы Марии. Во всей истории сотворенного мира, от Адама до Христа, такого случая не было. Есть только один такой случай во времени и только один в вечности. Оба они относятся ко Господу и Спасу нашему, Иисусу Христу. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Это значит, что всякое слово Божие всегда исполняется в полноте. Еще через богодухновенного пророка Исайю Бог изрек «Сеть дева во чреве приимет и родит сына». А вот сие избывается. С сотворения мира Богу достаточно лишь единожды сказать. И сказал Бог и стало так. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжжено, искушено земли, очищено седьмирицею. Дева Мария не усомнилась в словесах Господних ей архангелом возвещенных. Ибо если бы она усомнилась, как усомнился священник Захария, то и она была бы наказана, как и Захария был наказан. И хотя довольно похожи вопросы, с которыми обращаются к ангелу и Захария, и Мария, тем не менее сердца их совершенно различны, а Бог смотрит на сердце человека. Два совсем разных сердца могут произнести сходные слова. Выслушав объяснение Вестника Божия, смиреннейшая из смиренных дев завершает свое собеседование с архангелом умилительными глаголами «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Не сказала она «Се раба твоя, архангел», но изрекает «Се раба Господня», ибо ведает, что архангел лишь глашатой воли Божией, и что и он, хотя и велемощен и бессмертен, лишь раб Бога живага. А с другой стороны, она не сказала «Да будет мне по слову Господню», но «Да будет мне по слову твоему». Да тем окажет честь бессмертному архистратигу всего бессмертного воинства. Между тем и одна, и другая мысль выражают величайшую готовность к послушанию и полнейшее смирение. Столь мудрый ответ могло дать только сердце преисполненное чистоты, потому что в такое сердце истинная мудрость охотнее всего и изливается. В час своего искушения в раю Ева мгновенно забыла такой язык, ибо в час своего искушения она преклонила слух к речам сатаны, и ее сердце в мгновение ока сквернилось, а по причине нечистоты и мудрость из него удалилась. От гордости и непослушания осквернилось сердце Евы и помрачился ум ее. От гордости и непослушания Богу погиб ветхий мир, обезобразился род человеческий, была обездолена вся тварь. На смирении и послушании будет созидаться новый мир. Неописуемы смирение и послушание Пресвятой Богоматери, ее только Сын ее, Спаситель и Обновитель всяческой твари превзойдет своим безмерным смирением и послушанием. Наконец, крылатый вестник главизны нашего спасения возлетел в горний мир к своим бессмертным собратьям, а благовещение его было не только словом, но и, как всякое слово Божие, делом. И сказал Бог, и стало так. Никогда ни один вестник не приносил более радостной вести на земле, проклятый за свое отчуждение от Бога и за свой союз с мрачным сатаною, чем светозарный и дивный архангел Гавриил, чьи уста его не восславят, чье сердце его не возблагодарит. Никогда никакая ключевая вода не была столь чистым зерцалом солнца, как причистая Дева Мария была зерцалом чистоты. О, чистота, рада сердцу сотворящее и душу в небо притворяющее! О, чистота, благое стяжание, зверьми неоскверненное! О, чистота, в душах кротких и смиренных пребывающая и человеками Божией месих творящая! О, чистота, посреди души и тела как цвет процветающая и всю храмину благовония исполняющая! И утренняя заря, рождающая солнце, устыдилась бы пред чистотою Девы Марии рождшей бессмертное солнце Христа спаса нашего! Кое колено пред нею не преклонится, кое устанево запият, радуйся, благодатная, радуйся заря спасения человеческого, радуйся честнейшая Херувим и славнейшая Серафим! Слава Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу, со Отцами Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. 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 Аминь.